Книги Откровения Книги Божьего гнева, всякие катаклизмы случаются, что зачем происходит. И обычно Книгу Откровения воспринимают как что-то философское, экстравагантное, о чем можно порассуждать, можно поспорить, что зачем идет, что вперед, что потом будет и так далее. Но в действительности Книга Откровения имеет конкретный и крайне важный практический смысл для каждого из нас. Я хотел именно об этом поговорить в следующие несколько проповедей, сколько у нас нужно будет, я не знаю, 2 или 3 или 4, может быть, пока мы дойдем до самого конца. Откройте 22 главу, 7 стих. Здесь написаны очень интересные слова. «Все гряду скоро» и дальше «блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». Вот вы никогда не обращали внимания на это? Книга Откровения содержит в себе слова пророчества, и Иисус Христос говорит вам «блажен соблюдающий слова пророчества». Ну, когда мы читаем это, мы думаем, ну, что там эти кони, 4 коня, которые скачут, как их соблюдать можно? Или трубы, которыми трубят? Ну, там есть еще в первых трех главах, помните, наставление семи церквям, и там есть слово, которое Бог говорит, к такой-то церкви, к такой-то церкви. Есть некоторые заповеди, некоторые наставления, но речь идет о чем-то намного большем, чем только вот эти первые три или даже две там главы, собственно, касаются первых церквей. Посмотрите, вот этот текст, он повторяет то, что было сказано в самом начале. Первая глава, первый стих. Первые два стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть скоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Это самое вступление в книгу Откровения. И следующий стих третий. Послушайте, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Что значит соблюдать написанное в нем? Еще один стих в последней главе. Опять-таки мы возвращаемся в 22 главу, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Как я уже сказал, что в книге Откровения вы не найдете специфически выраженных заповедей, которые бы были очень ясны для того, чтобы мы взяли и могли проверить себя. Мы вот их исполняем, поэтому мы будем блаженны. Но, тем не менее, мы можем найти в этой книге несколько чрезвычайно настойчиво выраженных истин, которые вот просто пробиваются в наше сознание. И нам нужно понять, что от того, как мы относимся к этим истинам, напрямую зависит наше блаженство. Очень важный вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. Я нашел в этой книге, я выбрал из нее 10 главных уроков, которые вот так очень ярко демонстрируются. Мы сегодня попробуем поговорить о двух, я не уверен, может, об одном только. И потом в следующих, может быть, чуть-чуть там побольше у нас будет возможность. Они не так много, может быть, будут занимать место. Итак, главные истины книги Откровения. Истина номер один, которая доминирует, и я бы сказал, что она, наверное, занимает 50% всего веса. Главная истина – пришествие Христа близко. Вот, как вам говорят, блажен, читающий и соблюдающий слова пророчества книги Силу, вот главное, что он доминирующе доносит до каждого человека, это то, что пришествие Христа близко. Вторая исходит отсюда. Ожидание пришествия Христа – ключевой элемент христианской жизни. Третье. Поклонение Богу, общение и сотрудничество с Ним – главная цель жизни спасенных. Мы об этом поговорим в следующих наших проповедях, если Господь позволит. Четвертое. Созидание церкви – главная цель Иисуса Христа. То, что Христос делал, это то, к чему Он придет. Это очевидно в книге «Пойдем, я тебе покажу невесту» и явление Нового Иерусалима. Четвертое. Бог будет судить восставшую против Него человеческую цивилизацию. Главы с 6 по 19 вот ясно говорят нам о том, что все вот это человеческое, человеческий, знаете, опломб, бахвальство человеческое, однажды будет судима Богу. Вот почему важно нам, блажен, читающий и соблюдающий, нам нужно жить в соответствии с этой реальностью. Следующее. Дьявол и его бесы, и вся их программа однажды будут окончательно побеждены и брошены в озеро огня. Это еще один факт, который доминирует в жизни. То есть нам очень важно понимать, что мы живем в этом мире, в котором есть очень ясный конец, и этот конец очень четко связан с Божьей победой. И гарантией этой победой является победа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Следующий, это был, конечно, шестой фактор. Здесь Божье слово неизменно. Вот в этой последней главе он говорит несколько раз, я и смалфа и омега, начало и конец, первый и последний. Он подчеркивает, что то, что он сказал, это не для философства, это несет в себе вес, авторитет абсолютно точно и будет играть свою роль так, как это написано. Седьмое. Спасение в Иисусе Христе – наивысшая ценность жизни. Вот то, что мы читали о Новом Иерусалиме, то, как представлена жизнь с Богом в вечности, это в действительности доминирующая, самая главная цель, которой Бог создал человека. Девятое. Вне Иисуса Христа вечная погибель с дьяволом. Это еще один ясный вариант, вернее, ясная истина в книге Откровения. Сегодня не модно говорить об аде, об озере Огненном, о наказании, о Божьем гневе. Но это очень ясный урок в книге Откровения, что вне Иисуса Христа, помните, кто не был записан в книге жизни, тот был что? Брошен в озеро Огненное, там, где дьявол и ангелы его. Это еще один очень важный фактор, который должен быть нашим уроком из этой книги. И последнее, очень интересное. Смотрите, проповедь об истинных откровениях – важная часть отношений христиан с миром, или важная задача, важная часть миссии Церкви. Чаще всего, когда мы говорим о миссии Церкви, мы подразумеваем, придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас. То есть мы проповедуем о том, что грехи могут быть прощены. И это правильно. Это в действительности то, о чем Иисус Христос говорил, это точно. Но здесь, в последней главе, очень ясно сказано о том, что это наша обязанность проповедовать книгу Откровения людям, проповедовать истину из этой книги. Для чего? Да чтобы они знали, что вне Иисуса Христа вечность в озере огненном. Чтобы они знали, что эта человеческая цивилизация будет наказана однажды. Чтобы они знали, что Христос созидает Церковь, и Он будет торжествовать однажды с Церковью. То есть книга Откровения – это колоссальная, очень важная часть общего мировоззрения христианина. И если мы ее упускаем, и мы очень часто упускаем, мы очень часто упускаем, фокусируясь на каких-то, знаете, более прикладных вещах. Ну правильно, да, это точно. Нам нужно изучать послание, чтобы учиться прощать, как Христос прощал, чтобы учиться любить, как Христос любил, чтобы учиться долготерпению, учиться, как мужьям относиться к женам, как женам к мужьям относиться, как детей воспитываться. Все это очень на своем месте. Но речь идет о книгах, которые, и о книге конкретной, которую Бог поставил в канон Священного Писания. Более того, Он ею заканчивает все Священное Писание. Потому что это системообразующие истины. Уберите это, и хоть сколько говори о воспитании детей. Если ты упустишь ад, если ты упустишь то, что Христос созидает церковь, ты никогда не сможешь понять, как правильно воспитывать детей. И все остальные прикладные истины, о которых мы говорим. То есть это очень важный такой элемент. Мы посмотрим на каждую из этих уроков. Сегодня я бы хотел сфокусироваться на главном. Я думал, что на двух, а от двух, может быть, мы сможем, ну, скорее всего, на одном только мы остановимся, на самом первом. Пришествие Христа близко. Посмотрите, в последней главе, после того, как в пятом стихе закончилось описание Нового Иерусалима, мы встречаем очень интересное повторение. Четыре раза он повторяет одну и ту же мысль с разных сторон. Посмотрите, седьмой стих. Мы уже прочитали его в начале. «Се» или «вот гряду скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги «Се». Смотрите, очень интересная вещь. В самом начале мы читали о том, что это откровение Иисуса Христа, которое Бог дал Ему. То есть Бог дает Иисусу Христу откровение. И Иисус Христос выбирает ангела, который Он через ангела Своего передал Иоанну. То есть Бог дает откровение Христу. Христос находит ангела, посылает его Иоанну, и Иоанн на острове Патмос через ангела получает это откровение. Так вот, в седьмом стихе сам Иисус Христос берет слово. Теперь же Он говорит. И Он говорит «вот гряду скоро». «Се гряду» – старое русское слово «вот гряду скоро». «Вот гряду скоро» блажен соблюдающий слова пророчества книги «Се». Второй раз о близости пришествия Христа говорится в связи с необходимостью проповеди истины, раскрытой в книге Откровений. Посмотрите, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, то есть пусть они не останутся скрытыми». Почему? Потому что время близко. Третий раз Иисус Христос упоминает Свое скорое пришествие, говоря о суде, который грядет на каждого жителя земли. 12 стих. Посмотрите. «Се гряду скоро и возмездим ее со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Четвертый раз, в самом конце, 20 стих, он подводит итог всему и говорит. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди Господи Иисусе». То есть, когда мы видим, когда мы читаем это, мы ясно понимаем, это, ну, так скажем, безошибочно истинная тональность передана здесь. Очень трудно уйти от этой навязчивой, повторяющейся фразы. «Вот гряду скоро», «Вот скоро приду». То есть, Иисус Христос сам берет и говорит, и Он явно хочет донести этот факт, чтобы каждый человек, который будет читать, Он понял. И это, наверное, один из главных элементов, главная задача этой книги – убедить читающих в том, что пришествие близко. Когда мы читали самое начало этой книги, вот там уже был задан этот тон. Посмотрите, первая глава, еще раз первые три стиха. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, что, чему надлежит быть вскоре». То есть, опять мы читаем вот такую срочность. И дальше третий стих. «Блажен, читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нем, потому что время близко». У меня нет сейчас времени читать эти тексты, но если вы посмотрите на послание апостола Павла, вы можете легко обнаружить, что Павел пишет свои послания, предполагая, что Христос может прийти во время его земной жизни. И, кстати, это одна из точек, которую некоторые либеральные исследователи используют в попытках доказать, что Библия имела ошибки, и что вот даже сам Павел ошибался. Посмотри, Павел думал, что Христос придет во время его земной жизни, а Христос не пришел. И, кстати, очень многие люди, говоря об этом, они, в общем, ну так скептически несколько относятся вообще ко всему вот этому посланию, этот месседж книги Откровения, и не только книги Откровения, они относятся к этому так, что, ну, да, там что-то написано, там что-то сказано, ну, вот две тысячи лет уже прошло, и как-то вот скоро нет того, что вот говорилось, что вот скоро, совсем скоро. Весь вопрос заключается в том, что означает слово «скоро», «вскоре», «близко», которое мы читали здесь, в этом контексте, и что это значит для нас. Ну, самое первое, что нам нужно понять, что Бог живет вне времени. Время сотворено Богом, Бог видит время, Бог знает о времени, вот, Он знает, что мы живем во времени, но Сам Он живет вне времени, и поэтому, когда мы говорим о понятиях «скоро», «близко», «быстро», с Божьей точки зрения это понятие имеет несколько другое измерение. Об этом говорит апостол Петр во втором послании Петра, в третьей главе, с восьмого стиха, здесь сказано следующее, там немножко выше, если вы, откройте в ваших Библиях, это стоит того, чтобы в ваших Библиях открыть, хотя это есть здесь на экране. Вот, здесь у меня с восьмого стиха, а я хочу вас попросить, посмотрите с третьего стиха в ваших Библиях, что там написано. Здесь сказано, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование и пришествие его. Ибо с тех пор, как начали умирать отцы, от начала творения все остается тоже, так же. То есть, оказывается, Дух Святой предвидел, что люди будут задавать такие вопросы, и поэтому он отвечает этим людям и отвечает, давайте посмотрим, с восьмого стиха. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением ибетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, и дальше очень интересно, как тать ночью, как вор. Как вор приходит ночью, тогда, когда его никто не ждет. Вот смысл вот того, о чем апостол Петр говорит, об этом же говорит Иисус Христос в 24 главе Евангелия от Матфея. Об этом же говорит апостол Павел в ряде мест. Это очень важная истина, которую очень важно нам понять. Блажен читающий и соблюдающий слова пророчества сего. И одна из главных истин заключается в том, что пришествие Иисуса Христа однажды произойдет внезапно, как вор ночью, тогда, когда никто не ждет. В этом дизайн того, как Бог устроил. Бог устроил так, что каждое поколение, каждый христианин, живущий от начала, с момента того, когда церковь только возникла в день Пятидесятницы, и до последнего момента, когда церковь будет восхищена, каждый человек в каждый момент имеет все основания ожидать взятия церкви в самое вот сегодня, или завтра, или вот в это самое мгновение. То есть, повторяя секрету скоро, несколько раз, Иисус хотел подчеркнуть, чтобы люди могли жить, помня, что пришествие Иисуса Христа может произойти прямо сейчас. Это очень интересная вещь. Когда Бог пообещал пришествие Христа, первое пришествие Христа, то очень многие люди жили, и они как-то не обращали внимания. Правда, были, помните, те люди, о которых сказано, что они ожидали избавления из Израиля. То есть, смотрите, проходили тысячи лет. Первый раз, когда Бог сказал о том, что Он пошлет Своего Сына, это в день, когда Адам и Ева согрешили, когда Он говорит, семя жены будет поражать тебя в голову, Он змею говорит. И потом Он говорит об этих пророчествах, предсказаниях, указаниях на то, что придет Мессия много раз. Говорит через Авраама, говорит через жертвы, через Моисея, через Давида, в разных контекстах. Он говорит об этом. И поэтому многие люди, они просто жили расслаблены, и они думали, что это однажды произошло. Христос однажды пришел, и Он совершил то, что было запланировано в Божьем плане. Вот точно так же люди думают, что время идет, и это не так важно, и мы тысячи лет проходят, вот уже две тысячи лет после того, как Христос вознесся. Но Он говорит здесь, придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Мы говорили об этом в стихе подробно, когда говорили о появлении нового неба и новой земли, что наша Вселенная будет растворена, то есть не растворена, не в смысле растворять, а в смысле раз-творять. Она была сотворена, а потом будет растворена, то есть она распадется на свои элементарные частицы, и Бог создаст из нее совершенно новую Вселенную с новыми законами. Я еще тогда говорил, что физика там будет другая, что те, кто учит физику здесь, лучше богословие учите. Но физика тоже помогает, еще нужно дойти до того, чтобы того времени дождаться. То есть Иисус Христос подчеркивает, что между Его словами и данным моментом, и пришествием Его вторым, нет ничего, что могло бы предотвратить Его второе пришествие. В связи с этим важно вспомнить одно предупреждение, которое дано было Иисусом Христом. Евангелие от Луки, 21 глава, это та же проповедь Иисуса Христа на Елеонской горе. И 21 глава, с 25 стиха, Иисус говорит следующее вещи. «И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит, и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славой великой». Это явно повторение, или точнее, это явно пророческое указание на то, о чем говорится в 19 главе книги Откровения, когда Христос после великой скорби Он сходит с небес, со своим войском, для того, чтобы вступить в эту последнюю армагеддонскую битву со всеми силами, которые восстали против или восстанут против Него. Но посмотрите следующие стихи, очень интересно, 28 стих. «Когда же начнет это сбываться? Тогда восклоните и поднимите голову ваше, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу. «Посмотрите на смоковницу, на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето». Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Мы, спасенные Христом людям, не застанем того времени, которое описано в 19 главе, или даже не только в 19, а в 6 главе книги Откровения, потому что это период великой скорби, который будет для израильского. Но там будут спасенные люди, да, в это время. Но когда он говорит здесь, знайте, что близко Царствие Божие, он говорит о некоторых признаках, которые мы наблюдаем в истории человечества на протяжении всей истории, на протяжении тысячелетий. И каждый из этих признаков снова и снова напоминает нам о близости, о скорости, о срочности пришествия Христа. Так когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Какие эти признаки? Несколько признаков я хотел перечислить, которые мы находим в 24 главе Матфея, в 21 главе Луки и, конечно же, в книге Откровения. Об этом говорится. Признаки приближающегося пришествия Иисуса Христа. Несколько из них. Усиливающиеся природные бедствия, войны, которые происходят, услышать о войных и военных слухах, эпидемии. Вот заметьте, интересная вещь. Развиваются лекарства, медицина, технологии, новые виды лечения, новые подходы. А эпидемии все равно существуют. Причем в такой форме, в которой немыслимо раньше было. Весь мир стоит. Дальше моральное разложение людей. Очень-очень ясно будет, как в одни Ноя, в одни Лота. Написано, Иисус Христос говорит. Вот каждый раз, когда мы сталкиваемся с этими вещами, каждый раз, когда вы слышите о новом землетрясении каком-то, о какой-то новой эпидемии, о моральном разложении, о следующей ступени морального разложения, друзья, каждый раз, когда мы с этим сталкиваемся, знайте, что близко Царство Божие. Есть еще несколько вещей. Это ослабление христианского влияния. Христос говорит, приду и найду ли веру на земле? Или Он говорит, многие станут перед именем Моим и будут говорить, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? То есть христианская деятельность без сил. И Он им ответит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Это то, что наблюдается, то, что мы видим, то, что происходит. Уныние и страх народов. Вот интересные вещи. Во время Второй мировой войны в Германии практически не наблюдалось депрессии. Сегодня в развитых странах повально депрессии, уныния, самые разные формы внутреннего несчастья. Это глобальная проблема. Никогда еще психологи, психиатры так не были востребованы, как сегодня. И не просто. Вот интересная вещь. Сказали о том, маски надеть. Все из страха пачками их надевали. Ну, я не знаю, как вы, а я был в этот период был у своего врача, у него две маски, и потом вот этот, знаете, как колпак еще вот такой специальный. Ну, люди they really believe in it. Они действительно... Почему? Ну, из страха. Из страха они тебе, если тебе скажут, туда не ходите, будут не ходить, потому что иначе умрешь. Иначе заболеешь и умрешь. И отсюда еще один фактор, усиливающийся контроль за населением Земли. Это то, что мы видим в книге Откровения. Это то, что происходит сегодня особенно. Я помню 2021 год. ровно 22 года тому назад, сегодня 13 число, это было 11 число, когда 9-11 случилось, и когда очень большая была паника, тоже страха много, и все это так было возбуждено. Но я заметил один существенный тектонический сдвиг, который произошел в американском обществе. Американцы всегда были люди свободолюбивые, и они вот вторая поправка Конституции, знаете, что такое Second Amendment? Это право ношения оружия, владение оружием каждого. Вы знаете, почему эта поправка была сделана? Она была сделана по причине того, что люди реально считают или считали, что они имеют право защититься от своего собственного правительства. Они это пережили в Европе там, и когда они приехали сюда, они сказали, нет, мой дом, моя крепость, поэтому я буду иметь... Вот почему они говорят, мне не только пистолетик нужен, а мне нужен Калашников. И они добиваются права, чтобы не ограничивали ни в коем случае... Калашников это автомат такой. Чтобы не ограничивали ни в коем случае. То есть американцы свободолюбивые люди. Случился 9-11. Знаете, что американцы сказали? Они пришли к правительству, образно говоря, и они сказали, читайте наши имейлы, слушайте наши телефоны, контролируйте нас в аэропортах, везде, как только возможно. Только не допустите следующего 9-11. И это тектонический сдвиг. Это глобальная перемена, которую невозможно. Это в умах миллионов людей. И то, что произошло сейчас с пандемией, это просто еще одна картинка. Сказал какой-то человек, который владеет компаниями, которые производят вакцины. Он явно имеет финансовый интерес в этом. Он сказал всем, что срочно всем вакцины. Все под козырек и по три штуки. Я не специалист, я не знаю, насколько их нужно, не нужно делать, это не мое поле, not my field of expertise. Но я точно знаю, что сегодня, когда я вижу вот эту картину, я точно знаю, сегодня камеры стоят везде, где только можно, так что все перемещения, в Москву не попадешь сейчас, чтобы тебя не засекла камера. В Китае вообще это все напичкано. И поэтому, ну, кто помнит книгу 1984, вот, в которой, это антиутопия, в которой прописан вот этот сценарий апокалиптический, когда за каждым человеком тотальный контроль, не так далеко до этого. То есть, книга Откровения действительности говорит нам о том, что когда мы видим все это, мы не паникуем, а мы смотрим на все это, пришествие Христа близко, ожидание пришествия Христа это ключевой элемент христианской жизни. И мы будем об этом говорить в следующий раз, если Господь позволит. Дальше, поклонение Богу, общение и сотрудничество с Ним это главная цель жизни спасенных. Христос продолжает создать церковь, это его главный проект, это тот, чем он занят. Бог обязательно будет судить восставшую против него цивилизацию. Дьяволы, его бесы и грех, самое главное, грех будет окончательно побежден. И у нас он будет удален и ни в ком. Вот почему написано, даже в 22 главе еще раз сказано, ничто нечистое туда не войдет. Греха не будет там. Дальше, Божие Слово авторитетно, властно, неизменно, спасение в Иисусе Христе наивысшая ценность жизни и вне Иисуса Христа вечная погибель с дьяволом. Проповедь об истинных откровениях важная часть нашей проповеди миру, которая нас окружает. Я думаю, нам есть за что поблагодарить Господа. Давайте мы преклоним колени и помолимся Господу о всем том, что мы видим здесь в этой чудесной книге. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил на страницах Священного Писания книгу Откровения. Мы благодарим Господь за то, что Ты открываешь нам эти истины и сегодня позволяешь увидеть блаженство, которое связано в том, чтобы читать, знать, понимать и практически применять в жизни. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы истины книги Откровения, они глубоко проникли в сознание каждого из нас и чтобы мы могли жить в свете Твоего близкого пришествия, чтобы мы ожидали его, чтобы это влияло на нашу жизнь, чтобы это влияло на наше настроение, на атмосферу, в которой мы живем, на решение, которое мы принимаем, чтобы это направляло нашу жизнь. Господи, я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь, за всех тех, кто нас слушает сейчас. Господи, благослови каждого члена нашей поместной церкви. Господи, помоги нам жить, ожидая Твоего пришествия, помоги жить, понимая, что близко при дверях, что в действительности в любой момент Ты можешь провести черту всему тому, что происходит здесь на земле. Благослови нас через это. Пусть имя Твое возвышается в нас и прославляется через нас во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.